Тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий, стратегически важного для мира региона. Все это в объективе программы «В Центре Азии». Здравствуйте! Это программа «В Центре Азии». Актуальные социальные тренды и самые интересные региональные события чуть позже. А начнем мы с новостей из Центральной Азии. Туркменистан вступает в права председателя Международного фонда по спасению Арала. Возглавлять эту организацию республика будет в течение трех ближайших лет. С это время ей предстоит выработать и реализовать ряд проектов по спасению Аральского моря и оздоровлению социально-экологической ситуации в его бассейне. Все проекты международные. Помимо Туркмении в них будет участвовать Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Эти страны особенно пострадали от аральской экологической катастрофы и теперь в рамках фонда пытаются совместными усилиями справиться с ее последствиями. Добавлю, что Международный фонд спасения Арала в 2008 году был удостоен статуса наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН. С 1 января 2017 года трудовые мигранты из Центральной Азии, а точнее из Кыргызстана и Казахстана, получили доступ к обязательному медицинскому страхованию, действующему на территорию Российской Федерации. Вступила в силу часть договора между странами-членами Евразийского экономического союза о социальном обеспечении. Согласно ему всем гражданам, проживающим на территории союза, социальные гарантии должны быть обеспечены на равных условиях. Обязательное медицинское страхование – одна из них. И десяткам тысяч иностранных, трудящихся в России, эта мера может значительно улучшить качество жизни. В Таджикистане 2017 год объявлен Годом молодежи. С таким предложением выступил президент республики Мумали Рахмон. По данным главы государства, средний возраст молодежи в стране составляет 24 года. И эта группа граждан – самая многочисленная в структуре населения Таджикистана. Поэтому обеспечить ее достойными условиями для учебы и работы – одна из приоритетных задач государства. Таким образом, развитие молодежной политики станет одним из векторных направлений в экономике и социальной сфере, которое официальный Душанбе будет интенсифицировать в ближайший год. В связи с этим эксперты прогнозируют реформу в сфере образования, а также создание новых рабочих мест для указанной категории граждан. Вот это оказия! Грузоперевозки по железным дорогам Центральной Азии стали доступнее. О гибкой системе тарифов договорились Казахстан и Узбекистан. На новой цене сошлись представители Туркмении и Ирана. О том, какие грузы перевозить по железной дороге, стало дешевле, смотрите в нашем следующем сюжете. Железнодорожные грузоперевозки в Центральной Азии станут доступнее. Казахстан и Узбекистан отныне будут работать на гибких тарифных условиях. Я ОНК КТЖ совместно со своими коллегами Узбекистан, Тимиру и Лари провели работу. Мы установили ряд понижающих коэффициентов для узбекских грузов. В среднем это составило где-то 30% в зависимости от грузов. Скидки коснулись транспортировки нескольких видов товаров. В частности, половину дешевле стала доставка хлопка по железной дороге. Фермерам на 50% уменьшили тариф на перевозку плода овощной продукции во время сельхозсезона и на 30% до конца года. Производителям сахара предусмотрена скидка в 20%, экспортерам удобрений – в 30%. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составляет 20 миллионов тонн грузов в год. Причем доминирует экспорт из Казахстана. С местных вокзалов отправляют ежедневно 320 груженных вагонов, а с узбекской стороны приходит только 50. Благодаря введению новых тарифов железнодорожники ждут увеличения объема перевозок. Айдар Акжигитов – генеральный директор транспортной компании. Она занимается доставкой грузов, в основном сельскохозяйственного назначения. Работают преимущественно по Северному Казахстану. Одного только зерна, считает Айдар. Отсюда можно вывозить в Узбекистан в разы больше, чем сейчас. На Северный Казахстанском у нас 5 миллионов тонн в этом году Сабала. Узбекистан – основной покупатель. Мы можем экспортировать и до 25-40 миллионов. Тарифы на грузоперевозки изменились не только между Казахстаном и Узбекистаном. В августе 2016 года казахстанские железнодорожники организовали встречу с представителями Ирана и Туркменистана. Общую железную дорогу построили еще в 2014 году. По сути, она могла стать стратегической транспортной артерией для всего Центрально-Азиатского региона. Но по разным причинам оказалась мало востребована. Пришли к мнению, что надо снизить тарифы трех государств – это Казахстан, Иран и Туркменистан. Договорились, на 10% будет снижать Туркменистан и Иран с своей стороны. На развитие общего рынка железнодорожных перевозок в Центральной Азии влияет много факторов. В том числе состояние полотна, нехватка вагонов и прочее. Тарифы – всего лишь один из факторов, но краеугольный. Если страны сумели договориться о цене, это означает, что им в принципе по пути. И за решением этого вопроса, скорее всего, последует преодоление и других насущных проблем. Да будет свет и экономия электроэнергии. По такому принципу в Казахстане изготавливают светодиодные лампы. И это производство крупнейшее во всей Центральной Азии. Наш корреспондент побывал на уникальном заводе и своими глазами увидел, как рождается энергия будущего. На заводе Тиката знают, как сэкономить 90% электроэнергии. Все лампочки в здании – диодные, причем собственного производства. И это первый в Центральной Азии завод по сбору диодных ламп. По сути, говорит главный инженер Александр Полей, диод – это искусственно выращенный кристалл. Он светится, если через него пропустить ток. Светодиоды раньше использовались в приборных панелях, в индикаторах, в указателях. Не было широкого применения. А сейчас они пришли в широкое применение. И потребление составляет до 40 раз меньше, чем лампа накаливания. Единственный недостаток диодного, или как его еще называют, LED-освещения – это цена. Даже отечественные диодные лампы в десятки раз дороже всем привычных ламп накаливания. Но производители уверяют – прослужат они намного дольше – 4 года. Такие гарантии накладывают большую ответственность. Поэтому на каждом этапе сборки проводят контроль качества. Зульфия Ужиканова работает на этом заводе со дня открытия. Она проверяет уже собранные лампы. Темные очки защищают глаза, а необычный браслет на руке – это заземление. Здесь я произвожу контроль по параметрам светодиодных ламп. Это напряжение вольт, мощность ватт, ток ампер и косинус F. Если все параметры совпадают, то я отправляю для дальнейшей подготовки в лабораторию для предварительного тестирования. Для региона такой завод – возможность перейти на новый стандарт освещения. Бытовые лампы различных форм и характеристик, офисные и двухцокольные, на замену люминесцентным. А также прожекторы и LED-дисплеи. Ассортимент первого завода диодной продукции в Казахстане впечатляет. Но в планах компании расширяться дальше. В лаборатории активно работают над смарт-лампами и светильниками с демимерами, то есть регуляторами мощности. Директор завода поделился. В своем доме он тоже поменял все лампы на диодные. Экономит около 20 тысяч тенге в месяц. Еще одно преимущество отечественных ламп – адаптация под местные сети. На постсоветском пространстве они изношены и далеко не всегда выдают заданные 220 вольт. Поэтому в корпус ламп устанавливается драйвер, который преобразует напряжение из сети. В итоге лампа выдерживает скачки от 150 до 250 вольт. Тогда как зарубежные производители ориентируются на свои стандарты. Там, допустим, крупная ТНК, он специально для Казахстана не будет выпускать специальную продукцию. Казахстан будет с небольшим населением занимать какую-то долю региона, который будет отгружать, условно, крупный. Сюжнокорейский или там завод «Филипс», к примеру, или китайский завод. То есть не будет изготавливать специализированные продукции. В дальнейших планах у завода – участие в программе «Смарт-сити». Умное освещение сейчас активно обсуждается в рамках государственно-частного партнерства. Акиматы Алматы и Астаны всерьез рассматривают установку диодных фонарей на улицах. Экономия в таком масштабе должна быть колоссальной, как и снижение выбросов местных ТЭЦ. Таджикистан пошел по скользкому пути. В республике открылся первый ледовый каток. И теперь там не только проводят массовые катания, но и готовят первую национальную сборную по коньковым видам спорта. С катка, который еще год назад в Таджикистане невозможно было даже представить, передает наш корреспондент. В Душанбе тепло и солнечно. А всего в 70 километрах от столицы настоящая зима. На высоте 2000 метров над уровнем моря снег лежит по полгода. Это единственная в стране горнолыжная база «Сафет-Дара». Именно здесь появился первый в Таджикистане каток. Глядя на Нодиру и не скажешь, что она впервые на коньках. Уже через час катание держится уверенно, без страха набирает скорость. Мне очень понравилось, не было трудно, пару раз падала, но не сильно. Мне нравится каток. На льду только дети. Взрослые экспериментировать побаиваются, мечтают на расстоянии. До этого я видела каток только по телевидению, в кино. Мечтала тоже попробовать, но вот не решаюсь. Зато моя дочка смелее меня. Если уговорит, тоже с ней покатаюсь. Провести на катке один час стоит около пяти долларов. В эту сумму входит прокат коньков, вспомогательного инвентаря, а также краткий мастер-класс от инструктора. Первый каток в Таджикистане построила российская компания. Его площадь 800 квадратных метров. Постоянную температуру в минус 4 градуса обеспечивает морозильная установка. Тоже российская. В планах совместными усилиями создать первый в стране хоккейный клуб. Хоккей – это достаточно такой, знаете, экзотический вид спорта для Таджикистана. Но мы рискнули, мы привезли эту систему, которая полностью функционирует. Здесь идет система российская, совместно российская и европейская. Технофрост компания нам это все поставила, построила, обучила наш персонал. Но мы вот сейчас рассчитываем, что мы в этом году научим людей кататься. В следующем году, наверное, уже будем открывать какой-то хоккейный клуб. Ну, любительство, конечно. Будем обучать людей игре в хоккей. Я думаю, есть большая перспектива. Скоро в Таджикистане можно будет профессионально заниматься всеми зимними видами спорта. Но пока трассы построили только для горнолыжников. Алишер Кудратов представлял страну на Олимпиаде в Сочи. Я сейчас работаю инструктором в этом комплексе и одновременно оттачиваю свои навыки. Для развития наших видов спорта, проделанная на горнолыжной базе работа, большое достижение. Если раньше протяженность спуска составлял 700 метров, с этого сезона мы ездим уже 2 километра. В целом, на реконструкцию горнолыжного комплекса и строительство новых объектов в Сафет-Доре было потрачено около 10 миллионов долларов. Это вдвое больше запланированного. Окупаемость рассчитана на 15-18 лет. Главная задача, заявляют инвесторы, социальная и направлена на развитие туризма и спорта в республике. Это открытый чемпионат Таджикистана по лыжному спорту. На трассе соревнуются 70 участников в 5 возрастных категориях. Одни терпят неудачу, сделав неверное движение. Других на финише хвалят. У нас для ребят не все возможности есть, но у них действительно, они стараются, каждый старается, чтобы быть победителем. Но я думаю, что если у нас будет немного для ребят такие условия, у нас могут быть, олимпийцы могут быть. Специалисты отмечают, что с каждым годом число участников зимних соревнований увеличивается. И если раньше в основном популярен был скоростной спуск на лыжах, то теперь молодые спортсмены хотят представлять слалом гигант и сноуборд. Сейчас в стране функционируют две специализированные школы по обучению детей зимним видом спорта. Планируем открыть еще одну лыжную базу в Горно-Бадахшанской автономной области. Но на это нужны средства, и мы надеемся на помощь предпринимателей. Спортсмены и туристы также получили в этом сезоне канатную дорогу с крытыми кабинками. Воздушная трасса потяженностью в 2 километра тоже первая в стране. И останавливаться на этом в Сафет-Даре не собираются. За два года таджикские специалисты хотят восстановить на этой базе все зимние виды спорта. На этом все. Вы смотрели программу в центре Азии. До встречи в эфире на телеканале Казах-ТВ. Продолжение следует...